Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня показываю, как мы делали школку для винограда. В прошлом году я немножко вам показывала и рассказывала про школку. Ну, скорее, это были ясельки. И назначение было несколько другое. Мы ее использовали на тот случай, когда у нас еще не готово постоянное место для виноградных саженцев. Сейчас я показываю школку, в которой мы высаживаем укорененные черенки. Вначале мы выбрали место под школку. Эта территория недалеко от дома. Часть участка это дернина, вторая часть это старая грядка клубники. Столько клубники нам не надо, да и там кусты уже староваты. Самое лучшее я пересадила, а все остальное было отдано под школку. Дальше этот участок мы перепахали. Но перед тем, как пахать из старого курятника, мы достали все, что там было. Растрясли по этому участку земли. Но после этого уже пошла вспашка. К счастью, недалеко от нас есть соседи, имеющие технику. И они нам очень помогли. После вспашки прошлись культиватором. Вот что у нас получилось после обработки техникой. Ну, конечно, пришлось немножко и руки приложить. И какой-какой дерн дополнительно перетрясти. Следующим этапом разбиваем территорию на грядки. Ширина грядки у нас получится порядка 50 сантиметров. По колышкам натянули веревки и уже по этим границам будем формировать грядки. КОНЕЦ Разравниваем грядку граблями и в это время маленький хвостатый контролер не отходит ни на шаг. По всей большой гряди расстелили черный спонбонд, с краю прикопали, потом отрезали сколько нам надо и прикопали с другой стороны. Вот такая красота у нас получилась. Контроль качества проверил. Но мы тем временем продолжаем работу, застилаем остальные грядки. Спонбонд мы используем мульчирующий, плотность 60. Пришла вторая наблюдающая узнать, что же эти люди здесь делают вместо того, чтобы чесать собакам пузики, ну и конечно погреться на тепленьком спонбонде. У нас в итоге получилось 4 грядки длиной, каждая приблизительно по 20 метров. В таком состоянии мы их оставляем на пару недель, чтобы с одной стороны сорняки, которые там были, хотя бы частично погибли. Ну и конечно, чтобы земля прогрелась. Наши пророщенные черенки высадились в теплую почву. Черенки для школки готовились в кельчеваторе в подвале. Конечно, кое-где корни длинноват, но при такой массе контролировать каждый черенок просто невозможно. Поэтому постояли в нужное время и все вместе пошли на высадку. поскольку черенки с уже большими корнями, то спонбонд приходится разрезать. Конечно, следовало бы высадить их раньше, но никто не рассчитывал на позднюю холодную весну, поэтому пришлось немножечко подержать их дольше, чем мы рассчитывали. И после того, как черенки высажены, спонбонд между ними я скрепляю степлером. И вот итог нашей работы, но это еще не все, это еще пока половина. И вот еще две грядки ждут своего часа, буквально через пару дней мы их засадим тоже. Ну а я с Вами прощаюсь, большое Вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч!